Сотрудники ГИБДД бьют тревогу. В последнее время участились аварийные ситуации на дорогах региона. Даже недавний рост штрафов не особо повлиял на лихачей. У нас зафиксирована территория области за 10 месяцев 1627 дорожно-транспортных происшествий, 119 погибших, 2182 у нас раненых. Удалось добиться динамики особой в отношении погибших участников дорожного движения. Снижение составило 26%. По дорожно-транспортным происшествиям снижение составило 5%. И по раненым более 7%. Особенно беспокоит дорожных полицейских ситуация с наездами пешеходов. Особенно в зонах нерегулируемых пешеходных переходов. Только в октябре было совершено 19 наездов. Здесь надо отметить и два момента, которые мы бы тоже хотели бы об них сказать. Конечно, это прежде всего культура наших водителей, культура наших пешеходов. Почему я об этом хочу сказать? Что есть правила дорожного движения, где все четко регламентировано. Но мы почему-то их не соблюдаем ни со стороны пешеходов, ни со стороны наших водителей. В городе нередко можно наблюдать картину. Автомобиль мчится, не пропуская пешеходов. Иногда такая спешка оборачивается трагедией. Точно так же и пешеходы, зная свои права, зачастую забывают об обязанностях. А именно, перед началом движения через дорогу убедиться, что водители тебя пропускают. Люди потеряли чувство собственного страха. Потеряли чувство самосохранения, будем говорить здесь. Какое-то должно быть чувство самосохранения. Мы неоднократно говорили о том, что у нас не все водители тоже выполняют правила дорожного движения. И проезжая нерегулируемые пешеходные переходы, должны снижать скорость вплоть до остановки транспортного средства. Вот поэтому и это чувство самосохранения должно быть развито у наших участников дорожного движения. А особенно у пешеходов. Второй по важности фактор, влияющий на аварийность с участием пешеходов, это небезопасные условия для перехода проезжей части. Отсутствие где-то необходимо самых безопасных переходов. Подземных и надземных. И множество других сезонных претензий к уже существующим зебрам. Мы уже сейчас будем говорить о том, что у нас подходит осень, да скоро зима. И у нас разметка, у нас просто-напросто исчезает с наших глаз. Мы уже неоднократно об этом говорили. И сейчас уже принимаем меры ответственности тем должностным лицам, которые отвечают, за состояние уличной дорожной сети, за состояние наших пешеходных переходов. Возбуждаем административное производство и, соответственно, принимаем меры вплоть до прокурорского реагирования. Я хочу сказать, что также возможно дополнительно здесь, если подходить с точки зрения безопасности, возможно дополнительная подсветка этих пешеходных переходов. Но опять же это все находится и все это можно решить в рамках глав муниципальных образований и тех, кто отвечает за тот или иной участок уличной дорожной сети. Но основная причина дорожных столкновений все же психологическая, а именно взаимное неуважение участников движения, которое подчас заканчивается плачевно. Наталья Романова, РТВ Иванова.